Средневековая церковь Вдомного в Калининградской области пережила Вторую мировую войну, получив лишь небольшие повреждения. Но время не пощадило здание, и оно начало разрушаться. Теперь у него появилась надежда. Десять лет назад церковь признали памятником культурного наследия региона, а недавно здесь началась реставрация. Специалисты очистили здание и прилегающую территорию от мусора. Сейчас исследует внутренний штукатурный слой. Под ним, кстати, обнаружили старинные фрески. «Были отобраны образцы штукатурного слоя и красочного слоя. И по результатам физико-химических исследований станет известен состав, что позволит в дальнейшем работать над укреплением и красочных слоев, и самого штукатурного слоя». Церковь изначально была католической. Её построили в 1321 году. Тогда же расписали стены. Но во времена реформации, начавшейся в 16 веке, церковь стала лютеранской и фрески закрасили. На их восстановление могут уйти долгие годы. «Мы знаем случаи на российских монастырях во Владимирове, в Великом Новгороде, где процесс реставрации именно на стенной росписи занимал от 20 до 30 и даже 40 лет. То есть это очень долгий процесс. Мы сейчас находимся на самом-самом только этапе исследовательской работы, на самом первом». Калининградская область была образована после войны на части территории бывшей Восточной Пруссии. В советские времена кирху Вдомного приспособили под склад. «Что спасло их вообще от разрушения? То, что в советский период, после того, как здесь было зернохранилище, был произведён ремонт фрагментарный и была сохранена кровля. В результате этого они, так сказать, не осыпались полностью. Но утраты всё равно есть». Помимо фресок в церкви сохранились каменные барельефы. Раньше здесь также находилась деревянная скульптура, изображавшая сцену оплакивания Иисуса. Её вывезли отсюда ещё до войны. Но в церкви осталась деревянная лестница, сохранившая свою первоначальную красоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...